...профессии. Но какой профессии вам предстоит угадать? Я вам сейчас прочитаю стишок, а последнее слово в этом стишке будет именно название профессии, которое вам нужно угадать. Понятно? Слушаем внимательно. В магазине папа с Настей покупают к чаю сласти. Шоколадный торт Причуда очень любит тетя Люда. Три эклера, пять колец. Завернула им... Продавец! Молодцы! Итак, тема нашего урока называется... Продавец! Продавец! Молодцы! Правильно отгадали. Скажите, пожалуйста, а чем должны обладать продавцы? Что они должны очень хорошо уметь? Читательные. Читательные? Читательные. Все ходи, чтобы пропущать. Что еще? Ну, давайте, какие хорошие продукты, чтобы к нему клиент и... Чтобы хорошо обслуживал клиентов, я бы так правильно сказала, да? И знаете, эти... И свежие продукты. Килограмм, грамм... Это понятно, но это от продавца зависит, чтобы были свежие продукты. Свежие продукты кто нам приходит? Чтобы он умел считать. Хорошо. Мы первые определим. Продавец должен хорошо уметь считать. Итак, каждый по очереди из вас подходит к раздельным мерам. Вот пойдем от девочек. Отсюда и вот туда. Хорошо? По одному подходим, берем мелки, ставим тот знак в пропущенное место, которое должен быть, чтобы получилось число. Прочитай, пожалуйста. Правильно сосчиталась? Я тоже хочу. Правильно, хорошо. Вика, следующее. По второму линию. 10 минус 4 равно 6. Правильно? Да. Правильно, следующее. Давай, Рита, возьми портфель и подходи. Рита. Портфель возьми, пожалуйста, Риточка, он тебе мешать будет. Зачем? Да не пей, ты зон, сейчас тебя вызову. Какой? Ну, так выбирай тогда любой. Какой хочешь выбирай. Хочешь следующий? Белым, да, вот я тебе пишу. Прочитай. Что он тебе хочет? Четырнадцать. Родно. Четырнадцать. Правильно? Молодец. Молодец. Лера, пожалуйста, подходи. Выбирай какой-то пример, какой тебе нравится. И считай. Поставь правильно знак. Возьми, чтобы в итоге получилось число. Ну, например, давай, какой пример выбираешь? Давай вот этот. Лера, шесть и восемь. Какой знак между ними должен стоять, чтобы получилось четвертое? Плюс. Прочитай. Правильно сосчитала Лера? Да. Правильно. Наталья, нишенька. Что за чем там? И последний пример. На машина. Какой пример выбирай. Как? Ставь флюковый. Имейте знак. Три про девять. Денадцать. Правильно. Правильно. Продавец. Давид. Давай вот этот Я могу все Что у тебя получилось? Прочитай Правильно сосчитала? Правильно Еще осталось несколько примеров Пиши в оставшихся Вот я сосчитала 13 плюс 5 А что должно стоять? На, Вика, исправь Минус, правильно Давай, Вика, еще один пример Два примера осталось Давай два Сейчас, Вика, нам все два 7 плюс 8 равно 15 И последний пример Прочитай 18 плюс 5 равно 15 Правильно сосчитала? Правильно Молодцы! И считать мы все умеем Значит, из вас получатся неплохие продавцы Я думаю Не, мы хотим другое Вы, наверное, еще не знаете Длинных чисел, больших чисел Вы только свои На тысячи заходят Даже тысячи? Нет Нет Ну да Сколько будет, если от тысячи отнять 200? 800 Молодец Да, 800 А, мы тоже эти числа умеем считать Хорошо Поиграли, посчитали Продолжили Я не А что еще должно быть хорошо развито у продавца? Килограммы, граммы, центнеры, тонны У него это должно быть хорошо развито, да? У него должно быть развитие килограммы Как считать деньги, чтобы дать А он мог там дать На счет там меньше Три килограмма Ну, опять же, хорошо считать, да? А еще-то Какое Что хорошо должно быть развито у продавца? Ум Морковь Вот вы таблицу умножения, когда учите, что у вас происходит? Что делаете? Учим Учим, то есть? Думаем Запоминаем То есть хорошая должна быть пальца Запоменяем Вот теперь, сейчас Мы проверим вашу память Какие из вас хорошие продавцы? А мы нажимаем на карту Убери, пожалуйста Не проходит Итак, постарайтесь запомнить все товары, которые привезли в универмаг Слушаем внимательно и запоминаем все товары, которые привезли в универмаг Вот Со слухом проблемы, Соня Что это такое? Почему не слушаем? Продукты Товары Столы Платья Карандаши Пилы Молотки Пальто Диваны Тетради Кровати Шкафы Гвозди Линейки Ручки Брюки Столы Пальто Кто что запомнил Перечисляем Я записываю Говори Столы 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 Крати Линейки Карандаши Столы Крати Диваны А вы нам не даете сказать Диваны 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 Крати Карандаши Столы Столы Крати 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 Че читаем Че читаем Столы Платья Карандаши Пилы Молотки Пальто Диваны Крати Кровати Шкафы Гвозди Линейки Ручки Брюки Стулья Брюки Пилы Брюки Молотки Брюки Молотки Молотки Что еще будет Двое Сколько Сосчитать Получилось Один Двенадцать Двенадцать А за ваш опыт Еще трех Не хватает Хорошо Я вам помогу Двенадцать Вы забыли Пальто Мы говорили Говорили Мы говорили Мы говорили Еще я говорила И я Еще слово Кровати Мы говорили Кровати Точно Говорили Хорошо И Так Молотки Есть? Есть Так Стулья Есть Столы Есть Платья Есть Карандаши Есть Пилы Есть Есть Молотки Есть Пальто Деваны Тетради Тетради Говорили А мы говорили Тетради Очень хорошо Хорошо Вот Можем А теперь Сосчитайте Сколько всего Получилось товаров Пятнадцать Молодцы А как вы думаете В какие отделы Магазина Распределили Эти товары Все подумали Вы загородили Девочки Назовите Один отдел Один отдел Какой Мебель Мебель Хорошо Констовары Констовары Одежду Одежду Отлично Миша Еще какой отдел Здесь есть Спасибо Как называется Один А как говорится Как называется Молодец Лерочка Правильно Инструменты Еще раз повторим Какие отделы Мы здесь назвали Мебель Констовары Или школьные Принадлежности Еще Мехи Инструменты Инструменты И Мебель И одежда Четыре отдела А теперь Перечислите Те товары Которые относятся К каждому из отделов Первый отдел Мебель Какие Перечисляй Стулья Столы Диваны Шкафы Кровати 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 Правильно Все Перечислила Хорошо Следующий отдел Одежда Лера Перечислили мне товары Которые нужно Привезти в отдел одежды Платья Брюки Брюки Пальто Брюки Брюки Бальто Да В инструменты Молотки Гвозди Пилы Хорошо Миша начал уже Молотки Гвозди Пилы Пилы Что-то есть еще? Нет. И последний. Концтовары. Давай, Соня. Концентричные товары. Линейка, карандаши, ручки. Тетради. 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 И тетради. Молодцы. Хорошо. Мы справились с этим заданием. Пройдем к следующей. Представьте, что вы работаете в книжном магазине. Каждый продавец должен хорошо знать, что он продает. У него должна быть, опять же, хорошая память. Он должен знать название произведения и книг, которые он продает. Вот представьте, что вы продавец книжного магазина. Попробуйте по первым словам вспомнить хорошо известные вам интересные произведения. Я буду называть первое слово, а вы заканчиваете это названием. Красная. Крапочка. Шапочка. Курочка. Ряба. Серая. Мышка. Серая шея. Серая шея. Маленький. Зайка. Ну, вы, может быть, не встречались с таким названием. Есть такой даже мультфильм, называется «Маленький мук». Слышали такой? Не слышали? Ну, вот знаете. Я только в детстве смотрела. Я не помню. Ну, вот посмотрите. Дальше. Алые. Цветочек. Алые. Алые. Цветочек. Розы. А нарезон. Есть такая сказка «Алые паруса». А вот «Аленький». Цветочек. Цветочек. Спящая. Красавица. Гадкий. Утенок. Двенадцать. Меренца. А вот правильно и Миша сказал, и Соня с Бригой. Есть «Двенадцать месяцев сказка», а есть, например, произведение такое, которое называется «Двенадцать стульев». Да. Снежная. Королева. Золотой. Ключ. Золотой ключик. Гуси. Лебеди. Золотая. Лебедка. Молодцы. Маша. И медведь. И последнее. Песушок. Золотой кребешок. Золотой кребешок. Умница. Молодцы. А кто-нибудь еще может вспомнить сказки? Какие вы знаете произведения? Сказку. Сказку. Настя у Денина Сукина. Вот этот. Сказку. А, вот. Сказку. И работники. Его. Молодец. Телефон. Телефон. Нет. Еще я сказку помню. Где там котенок прятался под шапкой. Как называется? Котенок под шапкой. Вот под шапкой. А кто знает сказку «Домовёнок»? Я! Домовёнок. Музя, молодцы. Отлично, замечательно. Хорошо. Итак, идём к следующему. Как вы думаете, почему продавец, когда его ктосят, взвесит в какой-нибудь продукт, например, колбасу, отрезает именно столько, сколько его попросил покупатель? Да, потому что это вес. Ну вот я пришла в магазин, взвесит, и мне 200 граммов колбасы. Продавец берёт, отрезает кусок, и ещё на весе пишет. На весы. Он не кладёт на весы колбасу. Он сначала отрезал, а потом положил. Правильно положил. 200 грамм. Что у него хорошо? Продавец. Потому что он разбирается в килограммах. Значит, что он, на взгляд, может определить, сколько граммов. Какой грамм значит у него хорошо? Раз и два. Глаза. 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 А вот сейчас мы проверим, как у вас. Раз и глаза. 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 Миша, и вам. А вы здесь. Подождите, пока я ничего не делаю. Миша, а вы с Давидом здесь. Итак, у вас набор из пяти игрушечек. Запомнили. От большого к маленькому расставляем. Можете начинать. От большого к маленькому. Помогай. Отходите. Все, что вы видели. Так, вы первые, Соня с Пикой. Миша с Давидом вторые. Молодцы. Как это у вас первые? Ну, мальчики, что ли? Кто-то еще замялись, да? Они вторые. Как покажи. Они третьи. Они третьи. Так, хорошо. Отлично. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Хорошо расстали. От большого к маленькому. Всего, да. Посмотрите все. Правильно, Соня с Викой? Как вы думаете? Проверьте. Посмотрите. Почему вы поставили поросеночка четвертым, а Мишку пятым? Казалось бы, смотрите, поросеночек четвертым. В реальном магазине, да? Продавца и покупатель. Не волнуйтесь. Один из вас, кто-то сначала будет продавцом. Второй покупатель. По очереди все усвоилив. Не волнуйтесь. Магазин называется овощи и фрукты. Понятно? Да. Как называется магазин? Овощи и фрукты. Продукты. Я покупателю показываю картинку с овощем. Не убивайте человека ваним. Он подходит к продавцу и должен омесать, какой овощ он хочет купить. Продавец не видит эту картинку, видит ее только покупатель. Покупатель говорит, я хочу, например, это овощ круглый или овальный. Он такого-то цвета, такой-то нашел. А продавец внимательно слушает и он должен догадаться, какой овощ у него попросил покупатель. Покупатель говорит, Соня, продавцом будет Давид. Вы все успеете. Соня, ты покупатель. Все сидят. Давид, ты продавец. Иди сюда. Значит, Давид, ты здесь стоишь. Ты у нас продавец. Вот тебе прилавок. Ты продавец. Так, а теперь ты продавец овощей. А тебе я покажу сейчас картинку. А я подъеду, давайте мне на него. Не посмотри. Он зеленый. Нет, ты пришла в магазин, скажи, красный. Красный. Мне нужен следующий волос. Мне нужен следующий волос. Он овальник. Зеленый. Можно добавлять салат. Можно добавлять салат. Правильно, аккуратно. Хорошо. А можно я? Есть! Хорошо, следующий. Кто покупатель? Я. Пусть нет. Покупатель или продавец. Хотите поменяться? Ты хочешь продавец? Теперь тебе нужно продавец. Покупатель или продавец. Кто-то пробежал. Я. Садом. Пить. Продавец. Здравствуйте. 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 Сену нужно пить. Ливо можно кушать. Сырый. Он силий, бло, белый, фиолетовый. Сену уже нашла. Ливо, что ли? Близок, но нет. Белый. Где он растет? Кустарник, скажи. На деревне. Нет, он на кустарнике. На кустарнике, да. А, это. Помогайте, Миша. А, кем? Я когда-то. Смородина, что ли? Почти. Где он растет? Может быть, где он растет? В кустарнике. А в каких странах? В деревне. В деревне. Сену. Я. 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 Ну, я делаю подсказку. Он растет с дроздьями. Виноград. Правильно. Правильно. Так. Кто еще не был? Лера и Рита не было еще. Лера, ты будешь... Ты будешь... Давай продавцом. Рита, ты будешь покупателем. Так. Ты будешь продавцом фруктов тоже, Лера. Ага. Вы дружите. Да. Нет. 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 Да. Да. Витя говорит, что это Этот фрукт, он снаружи зеленый, корка у него зеленая, а внутри он красный. Тихо, 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 продавец, он это отгадывает. А что еще у него внутри есть? Не подсказывайте. У него мякоть красная, а что еще там есть? Маленькие семечки. Можно я вам? Не подсказывайте. Не подсказывайте. Не знаешь, Лерочка? Арбуз! Это арбуз. Лерка когда-нибудь приспособила арбуз. Видела? Он зеленый, корка зеленая. Внутри он какой? Красный. С семечками. Нужно было, может быть, сказать, что он еще крупный. Хорошо. Так, давайте теперь. Давай, ты будешь продавцом. Соня, ты продавец овощей. Стройки. А я кто буду? Следующий. Распознаваем. Сигуретный. Овальный. В течение времени. Фиолетовый. Ой, темный. Или кабачок. Кабачок фиолетовый? Фиолетовый. Зеленый или желтенький? Ну, и что это? Здрасте. Еще. Я знаю. Как его можно приготовить? Может быть, тогда? Ну, я догадалась. Ты продавец овощей. Ого! На грязке раздет. С торпедой такой. Ты мне с того? Нет, ты немножко. Ты слушай внимательно. Хорошо объясняй, как торпеда. Закрытый нож. Фиолетового цвета. Овальный. Он дорого стоит земля. Как он стоит? Ну, еще, Миша, объясни что-нибудь. Что есть дома? Молодец. Правильно. Баклажа. Давайте последний раз. А ты покупатель. Ты будешь у нас продавцом. Я. Я. Класс. Я не покупатель. Да. Понял? Объясни. Куда идешь? Я. 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 Яблоко. Да. Очень быстро. Молодец. Хорошо, ребята. Закончили нашу игру. Понравилось? Итак, вообще наша игра сегодня закончилась, наш урок. Скажите, пожалуйста, понравилась ли вам профессия? Хотели бы работать с этим? Да! А что должен уметь продавец и знать? Что надо килограммы, быстрые деньги считать. И что продаю? Продавец должен уметь хорошо считать. Что у него должно быть считать? Килограммы, массы... Голосомер, да? Хорошо развитый продавец. Еще и кучки. Классный замет, да. Еще. Он должен знать, он еще должен знать, где все стоит. То есть у него должна быть хорошо развита что? Память. Ну и еще у него должно быть хорошо развита, наверное, внимание, да? Да. А еще, чтобы приятно было прийти к продавцу. Поздороваться. Чтобы хотелось с этим продавцом общаться. Каким он должен быть? Ласка. Стоять и курить. И взять. Он должен быть... Поскитом. Поскитом. И... Культурным. Культурным. Мы бежим. Маловь. Да. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Давид хочет что-то сказать. А он не mint, потому что он работает в магазине. И от美味ório покупает у него вещи, продукты. Там был один покупатель, он говорил, нет, это мне не надо. Такой лук, он не очень хороший. Другой он дает, нет, это тоже такой. Дайте мне хорошее. Дайте мне разки. Так, скажите, а какие вы магазины? Какие вы магазины? Муравей. Велика. Мебья. А, замечательно. Кварта. Мебель. А в мебельном магазине что? Мебель. Магнит. Магнит. Замечательно, отлично. А магазин одежды какие у нас есть? Классия. Как называется? Одесский. Отлично, очень здорово. В Индермат-Руссина, да, там торговый центр «Волна». Хорошо, молодцы. Вы сегодня все заработали по грамоте за участие в игре в вашей профессии. Понятно, поэтому не расходитесь, вы сейчас еще получите грамоту. Понятно, заходите в инверсию. Вы молодцы. Спасибо за внимание.